Привет-привет-привет, друзья! Меня зовут Аня, и добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами поговорим про новую палетку от бренда Tom Ford. Это его новая серия, которая называется Eye Color Quad Creme. У меня оттенок палетки Rose Topaz 35, и если вам интересно узнать мое мнение об этой палетке, стоит ли она своих денег, какие макияжи с ней можно получить, то, конечно же, продолжайте смотреть. Но я перед этим, как всегда, попрошу вас подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Я желаю вам приятного просмотра, и поехали! И говоря об этой палетке, мне абсолютно не хочется заострять внимание на ее упаковке, потому что упаковка здесь максимально стандартная, как вы можете видеть. Это стандартное, классическое оформление палеток Tom Ford. Комплектация у нас также абсолютно не изменилась. У нас в комплекте шел стандартный шоколадный пыльник, кисти-спонжи. Эта палетка, как всегда, произведена в Италии, и объем продукта в этой палетке составляет 9 грамм. И самое-самое интересное, что есть в этой палетке, это формула. Поскольку, как вы видите, оттенки в этой палетке, вообще сочетание цветов здесь максимально скучное, максимально банальное. Но эта палетка привлекла меня как раз-таки вот этой формулой. Формула здесь, как вы поняли, кремовая, но скорее она кремово-пудровая. И я долго пыталась понять, на что же она похожа, что она мне напоминает. Либо же кремовая формула от Шарлотты Тилбери. Допустим, такую формулу у Шарлотты можно встретить в палетке Super Nudes Easy Eye Palette. Там формула такая очень тоненькая, глицериновая. Когда вот берешь оттенки из палетки от Шарлотты, раскатываешь между пальчиками, ощущается так, будто ты берешь просто, знаете, по краям банки набираешь глицерин и также раскатываешь его между пальцами. Также я пыталась понять, похожи ли эти оттенки, эта формула на формулу Крем Ту Паудер от Наташи Диноны. И вот скорее эта формула напоминает мне Крем Ту Паудер от Наташи Диноны, чем кремовую формулу от Шарлотты. Но она все-таки отличается. Все-таки это самостоятельная формула, ближе к формуле от Наташи Диноны. Это я вам говорю для того, чтобы вы как-то понимали и ориентировались. Потому что я небольшой фанат кремово-пудровой формулы от Наташи Диноны. Я чуть ли не в каждом своем обзоре на каждую палетку, где есть эта формула, просто говорю о том, что я ее не люблю, я ее не понимаю, мне неудобно работать с формулой Крем Ту Паудер от Наташи. И вот в этой палетке что-то, что-то близкое вот в ту степь, но тем не менее немного не похожее. Кремовая формула теней в этой палетке очень плотная, такая, знаете, шелковистая. Вот на ощупь, когда я раскатываю эти тени между пальцами, я прямо на самом деле ощущаю такой однородный гладкий-гладкий шелк. И вот этот однородный гладкий-гладкий шелк прекраснейшим образом распределяется как-то вот на пальце, да. Что я вот смотрю сейчас на свой палец, и обычно, когда ты набираешь какие-либо тени, ты видишь вот этот вот контур, отпечатка твоего пальца. Но когда я смотрю сейчас на палец, когда я растерла эту тенюху по пальцу, этот рельеф сглаживается. И то же самое происходит с кожей век. То есть, когда я доношу вот эти вот кремовые оттенки на веки, моя кожа век разглаживается, она будто становится такой очень ровной, однородной. И это происходит с моими складчатыми веками. Поэтому я думаю, что эта формула подойдет, очень будет красиво смотреться на возрастных веках. И также, что мне очень понравилось в этой кремовой формуле, так это то, что вот этот вот темный оттенок, он в палетке кажется таким достаточно черным, глубоким. Но это скорее такой серовато-угольный оттенок, да. Он прекраснейшим образом растушевывается. Вот если вы хотите поработать с тушевками, как-то побаловаться, поразвлекаться, поусовершенствовать какие-то свои навыки, да. Мне кажется, эта палетка, в принципе, палетки из этой серии будут очень классными помощниками в улучшении уровня ваших тушевок. И с этой палеткой, с этой формулой, с этими оттенками очень-очень просто работать. Она безумно классная, безумно стойкие тени. Но единственное, что, так как это кремовая формула, да, она все-таки оттенок немного усаживается на веках, становится в течение дня менее интенсивным. И это очень хорошо видно на примере вот этого вот черного угольного оттенка. Когда вы только, допустим, вот делаете стрелку, да, наносите этот оттенок так жирным слоем в качестве какого-то графичного элемента, в начале носки этот оттенок смотрится чуть более насыщенным, а в течение дня становится чуть более сероватым, таким прозрачненьким, да. Вот это вот такая небольшая особенность и может быть даже минус этой формулы. И говоря об оттенках, вы посмотрите на этот розовый оттенок, он идеально сливается с моей кожей. Он прекраснейшим образом смотрится на непосредственно моих веках, он их выравнивает, он их разглаживает, он невероятно создает, знаете, такую крутую канву. Потому что когда я говорю, допустим, про создание какой-то базы консилерами, да, либо же какими-то другими кремами, тенями, как правило, моя кожа век выбеливается и становится более бежевой. А у меня кожа век, я думаю, вы видели это в некоторых видео, прямо такая розово-розово-красная. И поэтому под некоторые тени, под некоторые повседневные макияжи мне приходится выравнивать кожу, оттенок кожи консилерами, чтобы перекрыть все веки, перекрыть красноту, да, для того, чтобы у меня как-то сливалась моя кожа с оттенком век, для того, чтобы делать потом вот эти вот тушевки, да, к виску, чтобы они не отличались по цвету. Но вот этот розовый, розово-бежевый идеальнейшим образом сливается с моей кожей. Это матовый оттенок, такой же, как вот этот вот темный шоколадный оттенок, шоколадно-угольный, шоколадно-черный, называйте как хотите, он на глазах явно выдает серую нотку. Особенно хорошо это заметно в тушевке, что делает эту палетку достаточно такой прохладной, потому что также в этой палетке есть достаточно прохладный такой серебристый шиммер с небольшим отливом в золото. Он вроде бы и холодный, да, вот этот вот шиммер, но вот в нем есть такая вот желтинка, которая в принципе смотрится симпатично, но на моих глазах я не особо полюбила то, как смотрится конкретно вот этот шиммер. И также в этой палетке есть золотистый сатиновый оттенок, это очень красивый оттенок, вы посмотрите, как он выглядит. И вот в этом оттенке очень-очень-очень много маленьких-маленьких блесток. Это очень красивый оттенок, который выравнивает века, делает его очень гладким, очень однородным. И мне кажется, что эта палетка на самом деле новичок-френдли. Несмотря на то, что вот ты смотришь на эти оттенки, они тебе кажутся супер скучными, супер банальными. И я даже когда получила эту палетку, сделала самый первый макияж, я была просто в ужасе от того, что она на мне выглядела супер серой, супер холодной. Мне вообще не понравилось то, как она у меня выглядит на глазах, но со временем произошла какая-то очень интересная трансформация лично для меня, лично по моему отношению к этой палетке. Давайте я вам покажу сначала макияжи, которые у меня с ней получались, а потом я подведу итог. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что же говоря о макияжах, которые у меня получился с этой палеткой? Мне очень полюбилась эта палетка для того, чтобы делать какие-то более графичные макияжи, но при этом графика с этой палеткой не смотрится как-то чересчур вычурно. Это все смотрится очень нежно, очень сдержанно, я бы даже сказала, достаточно деликатно. И эта палетка как по своей формуле деликатная, так и по тому эффекту, который она дает на глазах. И эта палетка лично для меня стала прекраснейшей базой для абсолютно любых макияжей. То есть вот тот макияж, который вы сейчас видите на мне, я сделала также с помощью этой палетки. И к этой палетке можно добавлять абсолютно-абсолютно любой шиммер. К этой палетке, несмотря на то, что она такая прохладная, подойдет абсолютно-абсолютно любая помада, абсолютно любой румянец. И мне кажется, палетка, конкретно эта, хороша как раз-таки своей универсальностью. Она базовая, она красивая, она сдержанная, но, но, друзья, мне кажется, что она, несмотря на все те положительные моменты, которые я отметила, не стоит 89 американских долларов. Это именно та цена, которую просит Tom Ford за эти палетки, в принципе, за все свои палетки, которые он выпускает, потому что я могу сделать такие же макияжи, которые у меня получали с этой палеткой, огромным множеством других своих палеток теней. Мне абсолютно не обязательно было покупать эту палетку, да, для того, чтобы делать какие-то легкие базовые макияжи, чтобы делать какие-то графичные стрелки, так тем более. Но формула, вот именно формула, именно то, что ты можешь просто, быстро, в абсолютно любых условиях, условиях какого-то плохого освещения взять эту палетку, сделать классную базу, классную конву под какие-то сияшки, украшалки, под любой оттенок помады, под любой оттенок румян, мне кажется, это здорово. И это заслуга именно гаммы, потому что, если бы эта палетка шла в самой обычной гамме Tom Ford, да, если бы, допустим, вот это был стандартный сатин, это был бы матовый, это был бы тоже сатин, да, это шиммер, ну тогда бы эта палетка вообще не прижилась в моей коллекции, я бы сказала, что она скучная, неинтересная, и вообще я бы, мне кажется, даже не стала ее покупать, в принципе, изначально. Но мне очень сильно хотелось попробовать эту формулу, посмотреть, что же у меня получится на глазах, да, как-то поиграться. И вот именно за формулу я отдала 89 долларов. Но я не считаю, что это то, что нужно делать обязательно, на самом деле. Мне кажется, что если вы хотите попробовать эту палетку, либо какую-то другую из этой кремовой серии, лучше дождаться все-таки скидок на американское Sephora, допустим, да. Потому что на американской Sephora иногда, по-моему, раз в сезон бывают скидки для всех пользователей, в зависимости от вашего уровня, уровня покупок. В Sephora есть три клиентских уровня, которые дают разный уровень скидки, 10, 15, по-моему, 20%. И если у вас максимальный уровень, если вы руш-клиент Sephora, да, то вы можете получить скидку в 20% и купить эту палетку с 20% скидкой. Но, но, друзья, также очень хороший момент. Я увидела эти палетки в бракарде, но тогда, когда я их увидела, они были распроданы, они были sold out, то есть я не знаю, за какую цену они продавались в бракарде. И если у вас есть купоны на скидку в бракарде, если вам, допустим, дарили эти купоны на какие-то праздники, и если вас интересуют эти палетки, я думаю, что стоит дождаться их появления в бракарде и потратить купоны непосредственно на эти палетки. Мне кажется, это будет очень классное вложение. И я, кстати, я очень хочу попробовать еще палетку из этой серии. Я не помню, какую именно, там есть палетка Tiger Eye, это палетка Roast Pass, и какой-то там еще у них, по-моему, кварцевая какая-то палетка есть, то есть они называются как поделочные натуральные камни, это, опять же-таки, очень классно. Это вот во мне как-то так отзывается, знаете, особым трепетом. И я хочу попробовать не чисто вот матовую палетку, а тоже палетку с шиммером, там тем более говорят, что шиммер такой больше дуохромный. Мне кажется, очень интересная палетка получилась, базовая, безумно простая в работе, безумно универсальная, подойдет абсолютно всем как новичкам, так и более таким искушенным пользователям, да, за счет как раз-таки своей интересной формулы, но, друзья, не за полную цену. И да, мне кажется, на этом все. Мне кажется, я вам рассказала абсолютно все, что у меня было об этой палетке. И я надеюсь, что это видео было для вас интересным, надеюсь, что я ответила на все ваши вопросы, которые возникали у вас относительно этой палетки. А я с вами, конечно же, не буду прощаться, потому что я надеюсь, что мы увидимся с вами совсем скоро в моих следующих видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и до скорых встреч!